Хорошо, мама, здесь прохладненько, боже, на улице такая жара, что треш. Увидела случайно только что тикток одного парня, наших ребят, не знаю откуда страна, короче, говорит по поводу Дубая, работы в Дубае, за границей и все остальное. Ну и говорит, что мол, типа, я отсюда сваливаю, потому что работает за 800 евро, мол, типа, он помощником на кухне работал. И говорит, там, накрыть на стол, принести тарелочки, убрать там такие тарелки, мол, грязные, отнести, принеси, подай, короче, в таком плане. Помощник повара и бармена в таком плане. И вы знаете, я так насторожила, 800 евро, да не может быть. Я, может, что-то неправильно поняла, но думаю, полистаю, и у меня так рекомендации выходят насчет Дубая. И я вот начал его так спролистывать. Мне всегда нравились, допустим, вот разные страны, узнавать, сколько люди получают, как они работают. И, правда, Дубай, ребята, страна вообще класс. Дорогущая, где находятся миллиардеры, миллионеры и все остальное. А вот именно наши, как говорится, как они там работают, сколько они получают, и стоит ли этого. Ну и, короче, начала смотреть там пару видео. Кстати, испанцев тоже смотрела видео. Латиная Америка, короче, наши тоже туда ехали. И вот именно мнение сравнила. Как наша девушка говорила по поводу Латинской Америки. И Латинская Америка, как говорила, по поводу всего остального. Вот очень интересно. Ну, сами понимаете, что именно Дубай не отличается, если вы едете зарабатывать. Не будет вас, конечно, там ставить каким-то секретарем и с высшими заработками. Конечно, именно на работы, как и у нас. Вот ты приезжаешь, начинаешь с нуля. Это логично, правильно? На кухню там где-нибудь, на рецепшины. Но рецепшины у тебя английский есть, конечно. И вот каждый высказывает свое мнение. Сначала латинский парень говорил, что я приехал сюда подзаработать. И что узнаю? Что да, я здесь хорошо зарабатываю, отлично. Он говорит, я заплатил 2 500, на евро говорил, 2 500 заплатил все полностью. И у меня после зарплаты, зарплату, он говорил, мне кажется, 5 400, он говорил, где-то так. У меня еще осталось там 900 евро. И говорит, ну, типа, это он уже все заплатил, и ему надо жить. Ему надо еще, по-моему, я иду платить, и все, то 8 и 10 прожить каким-то образом месяц. Вот смотрите, 2 ментилитета абсолютно разных. И он говорит, что, ну, типа, я, я так поняла, он с Колумбии. И говорит, мне еще остаются деньги, чтобы отослать моим родителям домой, и я еще смогу сэкономить. Он делил квартиру с кем-то снимал. Это понятно, потому что все, когда приезжают, в основном в Латинской Америке, в основном мы начинаем всегда с нуля. И тут у нас выходит тоже сравнение. То есть, получается, парень абсолютно доволен всем. То есть, работать нужно везде тяжело. И тут и нарываясь, конечно, следующее видео выходит на нашей девочке. И она рассказывает тоже жизнь в Дубае. Конечно, зайдите, посмотрите, там их куча очень много. Мне просто вот менталитет. И она говорит, в следующем месяце я, короче, уезжаю отсюда, потому что это невозможно жить. Работа очень тяжелая. И этому видео, я так поняла, 2 месяца всего лишь. И говорит, что здесь делать нечего. Девушка приехала в Дубай, но я что-то вот не могу понять такую вещь. Что ты поехала в Дубай для чего? Если я поехала до работы, потому что я тебя, честно говоря, не пойму. Потому что всем известно, что Дубай это очень дорогая страна. И там тебе бесплатно никто ничего не будет давать. И тем более, как она говорила, это невозможно жить. Потому что я выхожу на работу, я работаю столько часов. И по концовке, представьте, я даже не могу посмотреть свой телефон. Я постоянно нахожусь в напряжении. И еще ко всему же. В Дубае все дорого. Ребята, ну вы видели когда-нибудь такую красоту? Вот именно менталитет человека. Ну блин, ну ты же приехала в Дубай, правильно? Такси очень дорого. И вообще у меня только один выходной. Ребят, я вот честно говоря, один выходной у принцессы. Видишь ли, ей за один выходной, вот она не успевает ничего сделать. Вот сильно много растрат. Вот чтобы пойти где-нибудь отдохнуть и все остальное. Ну какого хрена ты туда прешься, в этот Дубай, если у тебя нет копейки, допустим. Ну ладно, допустим, человек едет, тут именно план релакс. Вот я хочу увидеть страну. Вот поработаю, заработаю себе на то на 8-10 и поэкспериментирую, попутешествую. Очень много людей таких есть, правильно? Говорит, что вот как это? Здесь вот только индусы и в Латинской Америке, вот они, которые здесь счастливы. И все остальные, мол, типа, знаете, как этот второй мир, как говорится, вот они здесь счастливы, а мы нет. Нам здесь услуги очень дорого. Вообще шкурка вычинки не стоит. Эта работа очень-очень тяжелая. Ну блин, ну честно говоря, давайте подумаем. А вот давайте сравним все остальные страны. И стоит ли ехать, допустим, за граничку вот так вот, да, чтобы именно просто-напросто подзаработать деньги. Стоят шкурка вычинки. Когда вы едете в страну, наверняка вы интересуетесь, сколько же стоит жилье. Это самое главное. И понятно, что на первых временах, может быть, вы снимете какую-то маленькую квартирку, комнатку с кем-то поделите и все остальное. Но подождите, ребята, с самого начала у вас, когда вы едете за границу, вы понимаете, что вы должны экономить. Это всем понятно, правильно? Вы же едете на заработки. Да? Все, во всех странах. Все так думают. Я поеду, поработаю, допустим, полгодика, годик для того, чтобы что-то отложить себе в карманчик. Правильно? И, конечно, когда все приезжают, все напрягаются. Потому что экономишь, то не увидишь. Можно один день там пойти где-то расслабоку сделать на свои выходные и оторваться. Но на заработки ты едешь. Это именно для этого. Правильно я понимаю? И вот как это происходит именно у нас. У нас это точно так же. Эта работа очень-очень тяжелая. Вот представьте, давайте сравним вот Европу. И вы знаете, она рассказала именно такие же самые условия в Дубае, как в Европе. Точно так же. Точно так же, что у вас пишется 8 часов, а вы должны работать побольше. Ну, может быть, там экстра и все остальное. Точно так же она рассказала за пропины. Пропины это чаевые. Что, оказывается, чаевые делятся между всеми. Ну, наверное, в Дубае в разных городах и в разных местах наверняка по-разному. То, что чаевые есть, это точно. Но у нас тоже чаевые делятся между всеми. Точно так же нужно перерабатывать обязательно часы. Потому что нужно ждать, пока бар закроется и все остальное. Точно так же вы не будете с первого года, вот приехала сразу, я принцесса, вот живу, сама себе в отдельной квартире. Для этого нужно заработать, найти деда подешевле и все время. Вот именно, не то что могу сказать, присмыкаться первое время. Но да, вот так оно и есть, правильно, слово присмыкаться. Ну, мы же приехали зарабатывать, правильно, отложить что-нибудь. Потому что и рыбку сесть, и там дальше продолжать не буду. Так же же невозможно. И наверняка, когда едет молодежь, они тоже об этом думают, что нам же повеселиться надо. Ну, как это я приду мордой в салат? И вот именно после работы, на следующий день мы хотим спать. Вот давайте я вам расскажу историю одного человека. Это очень хороший мой друг, и он работает именно здесь много лет поваром. Но он уже считается здесь профессиональный повар, он уже работает почти больше 8 лет на одном и том же месте. Какая у него жизнь? Это не жизнь, понимаете? Это просто, вот я называю, говорю, ты просто раб работы. Вот человек аддикто, по-нашему, работы. У него тоже один выходной. Если вы будете в Европу ехать, это сразу вам говорю, у вас будет только один день выходного, на который вы можете разложить все полностью ваши тареи. Или вы идете на пляж, или вы занимаетесь работой дома. Или вы встречаете друзей, потому что все сразу в один день, это невозможно. И это везде одинаково. Вот так же само мой друг. Он говорит, я прихожу в час или в два ночи. Летом, когда очень много работы, и это везде, везде, везде. Особенно кто работает в остеллерея. А остеллерея, это бары, ну, т.д. и т.п. Понимаете, да, кухни и все остальное. Они могут заканчивать даже в некоторых местах до трех утра. Он приходит домой свободно, это уже в три часа утра, представьте, да. И вообще у нас вот такая привычка. Мы вот почему-то, не знаю, когда садятся кушать все, мы не кушаем. Мы берем с собой бутерброд, там берем с собой еду какую-нибудь. И уже приходишь домой, покупаешься, сядешь, включишь телевизор. И наконец-то у тебя появляется только тогда аппетит. Это уже четыре. Да, запомнили? Пока придешь в себя, поставишь стиралочку, пока то восьмое-десятое уже почти под утречко. Посмотрел там тельчик, отдохнул и все, ты падаешь из-за завтрашнего дня до двух часов дня. Потому что если у тебя завтра на работу примерно в двенадцать, то у тебя автоматически рело срабатывает и на часы срабатывает в башке, что завтра в такое время ты примерно и проснешься, хотя ты завтра отдыхаешь. И вот ты проснулся, хата вверх дном, ну ты постирался, ладно, повешал там белье и все остальное. А все остальное? А если платежки делать, если какие-то там, допустим, твои дела нужно делать? Или тебе идти на пляж, или убираться дома, или поготовить пожрать что-нибудь тоже, или просто элементарно пойти в бар и сказать, да пошло оно все, и я сегодня отдыхаю. Вот, вот такая вот жизнь. Когда много работы и много ответственности, ты просто приходишь, тебе ничего делать не хочется. И так мы все работали, когда приехали сюда. И вы не думайте, вы не думайте, что когда вы приедете сюда, вот, к примеру, у меня девочка есть, она в Испании работает по медицине. Лена, кстати, посмотрите, спросите у нее там сообщение, она уже очень много лет зарабатывала, чтобы наконец-то работать в медицине. И она говорит, что тоже очень-очень тяжело работает. Она работает среди испанцев, она наконец-то работает по своей профессии и все остальное, но ритм жизни тот же самый. В медицине там очень куча турнов у них есть. График весь смешанный, потому что куча напарников, куча всего. И ты живешь, извини меня, и наверняка у нее, если даже есть два выходных, государственные, как все на государственных фирмах работают, это очень тяжело, и тем более у тебя семья. Вообще, запомните, если вы находитесь в Европе, и у вас два свободных дня, суббота и воскресенье, да вы король, просто-напросто. Вы зарабатываете деньги, вы платите, вы отдыхаете. Такого просто, вот у меня сейчас два дня. Сколько лет прошло, я здесь уже почти 25-й год и душу, я живу здесь. Но я наконец-то выбрала работу, которую я хочу. Не для того, чтобы перед кем-то там, вот у меня такая вот работа крутая, вот я работаю на таком крутом месте. Нет, я убираю квартиры, но у меня два выходных, которые у государственных не у всех есть. И вот именно, вот я наслаждаюсь жизнью. Я тоже получаю контракт, у меня тоже работаю, как не знаю кто, я прихожу вымотатая, но по крайней мере у меня есть два дня выходных. И эти два выходных, я могла бы работать и в субботу тоже. Но я сказала, нет, не хочу. А вот другие приезжают, вот только приехал и усё. Он с первого дня хочет усё. Он хочет, чтобы у него было два выходных, у него, чтобы хорошая зарплата, чтобы у него было время и всё остальное, и т.д. и т.п. И ещё подожди, чтобы телефон постоянно был с девушкой. Ну не дай же ж Бог, чтобы телефон не увидел. Запомните, на работе у нас в Европе здесь телефон это запрещено. Пускай там даже колокола твоя мама бьёт, но ты телефон не возьмёшь. Очень редко, когда вы встретите на такую работу, где вам разрешат брать телефон, пользоваться. На завтрак у вас есть максимум 40 минут. У нас было в паузах, допустим, между если работаем в остылярии и в барах, у нас два часа. Это представь, а если у тебя работа хрен знает где, ты должен бежать как лошадь, чтобы добежать домой. А у меня такие дни были, когда я просто-напросто работала возле пляжа, я приходила, брала полотенечко, падала мордой в салат в пляже, на пляже. И я тебе в два часа спала. Я не знаю, загорала я или спала, но именно, чтобы не идти домой. И вы спросите, где я силы брала? Нет, я просто такая же самая, как и все они. Элементарно. Панцы у нас, даже хозяева здесь работают, ребятки. Хозяева. Здесь нет такого, как вы приехали, допустим, хрен знает откуда вы, и я прошу прощения, с другой стороны, и вы говорите, я открою здесь бизнес. Я сяду и только буду управлять. Нет, здесь большинство всех хозяев работают. С женами, с детьми, с внуками. Все работают. И бывает даже к вам подходит, допустим, обыкновенный бармен, а это хозяин. Вот так здесь заведено. Здесь даже самые богатые люди, они экономят, ребята. Даже вот элементарно, вот хозяин работает на свой бар, элементарно. Получается, за каждого рабочего они платят почти 500-600 евро за 40 часов работы. И в Дубае, я почему-то думаю, наверняка немножко побольше. Ну, в принципе, там говорят, что налоги они не платят, но кто его знает. Но в Европе это так. И представьте, за каждого человека работодатель платит 500-600 евро, именно чтобы сделать ему легальный контракт. Плюс зарплатка. То есть сколько получается? Минимум 2000 евро в месяц за каждого рабочего. Если хозяин работает именно, как вы, как обыкновенный бармен, там, на посудомойках, и всем чем хочешь, то он экономит в один месяц 2000 евро. А вот я бы хотела вас спросить, а вы бы сэкономили эти 2000 евро? Пошли бы работать, допустим, на свой настоящий бизнес? Или вы просто бы сидели и управляли? Знаете, почему это получается? Потому что и правда, в наших странах, я не знаю сейчас, на данный момент, я думаю, налогов там очень мало. Если человек вот именно сидит, просто управляет своим бизнесом, это надо миллиардером быть, чтобы сказать, вот я найму рабочих, и пускай бизнес, даже управляющий, бизнес сам идет. Это мне как-то не совпадают номера. А вы что, налоги не платите? У всех у наших крутейшие бизнесы, которые дают миллионы? Короче, ребятки, если хотите ехать за границу, взвесьте, сколько вам будет стоить квартира? На чем вы хотите сэкономить? Будете ли вы работать в этих тяжелейших условиях, во-первых, тяжелейших, где минуты вы не присядете, понимаете? Если вы приходите, 8 часов отработать, это будет 8 часов работы, а не 6 работы и 2 посиделок. Нет. На всех работах вам разрешат пойти покурить, не то, что там маме позвонить. За туалеты и поменять там, допустим, прокладки, девочки, я прошу прощения, так это уже когда то же самое. Так что думайте, пожалуйста, ехать в Европу, для чего оно вам надо. Мы здесь работаем, вот именно мы здесь зарабатываем. Так что, ребятки, я вам рассказала примерно именно мой жизненный опыт, а нравится вам, понравится, хотите или не хотите, но это то, что есть на данный момент. И если кто-то находится в Дубае, пожалуйста, или у вас жизненный опыт есть, напишите, как же вы все-таки там проживали, стоит ли туда ехать и какие общие пункты есть с Европкой. Еще интересно, а вы бы сэкономили именно на этих работах, стоит ли ехать ради этого? Или оставаться в своей стране и как-то вот потихоньку тянуть, а может в вашей стране лучше, напишите. Потому что я вижу понятия с каждым годом насчет заработок меняются очень, очень сильно. Так что, я говорю вам до скорого и жду ваши вопросики и ответики. Кстати, подписывайтесь, потому что очень скудненько в последнее время. Почти 40%, 39% не подписаны. Вам что, жалко? Ну, возьмите это, нажмите колокольчик. Ну, подпишитесь. Видео-то у меня прикольные, классные. До скорого и отличных выходных. А мы сегодня на пляже. Посмотрите, какая прелесть. Подожди, сейчас танк припаркуют. Бо сильно шумит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok